Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО 7. Всё перепробовали и не знаете, где ещё отметить день рождения школьника? Приходите на Вятский квест. Команда совершит приключения с логическими ловушками, тайниками, ключами и встроенными механизмами в путаницы комнат. А именинник проявит свои лучшие качества. Удивите своих гостей. Звоните 49-32-40. Вятский квест. Находимся в самом центре города. Володарского, 132. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем доброе-доброе воскресное утро. Начинается программа «Открывашка». Вы не ослышались. У микрофона Владимир Сметанин. Сегодня 30 апреля на часах 10.08. На носу самые красивые, самые замечательные поистине месяц весны. Май уже завтра наступит. И нам завтра обещают замечательную солнечную погоду. Очень тёплую. Больше плюс 20. Очень хочется надеяться, что этот прогноз обязательно сбудется. Напоминаю, в чём смысл «Открывашки», если вы впервые слушаете нас. У нас есть такая интеллектуальная, развивающая составляющая. Мы узнаём что-то по конкретной теме. Чуть позже тему я озвучу. Есть часть вторая. Это игровая викторина. Мы вместе с ребятами и вместе с гостями задаем вопросы вам, наших слушателей. Вы отвечаете, когда дозваниваетесь по телефону 211-101. А затем выбираете тот подарок, который вам больше всего хочется получить. Список подарков мы сегодня обязательно озвучим. 211-101. Представляю моих соведущих. Давненько с ними не виделись. Ну, во-первых, привет, говорю Злате Андреевой. Здравствуйте. Доброе утро. Саша Копылевич тоже с нами. Доброе утро. Привет. И Миша Голиков. Миша, привет. Ещё раз повторю, давненько не виделись. Что произошло у вас за последнее время? Как дела в школе? В первую очередь хочется узнать. Злат. В школе хорошо. Написали все ВПР. Что это такое? Это всероссийские проверочные работы. Ага, вся страна, все школьники. Вот, да. Нет, мы ВПР не писали. А там оценки? Оценка как-то ставится? Да, ставка. По пятибалльной системе? Да, по пятибалльной системе. Какую получила оценку? Пока не знаю. Ага. А когда будет известно? Ну, вроде написали хорошо. Хорошо. Миша тоже писал? Да. У меня по русскому 5.4, а по математике 5. Ну, вот у меня так же. Отлично. Саша, ты сказал, что не писал. Почему не писал? Потому что у нас экзамены. Мы в прошлом году ВПР не писали, хотя мы пятиклассниками были. Ну-ка, напомните, в какой школе-то вас там? Вятская гуманитарная гимназия. Вятская гуманитарная гимназия. Да, да, да. Все трое ведущих открывашки учатся в Вятской гуманитарной гимназии. У нас просто экзамен. ВПР пишется с 4 по 5 класс и 11 еще. Классы пишут. А там потом ЕГЭ еще будет впереди, да? То есть все сложнее и сложнее. По-английскому, которое вы тоже будете сдавать. Да, у нас в этом году экзамен по-английски. Ну, желаю вам удачи, конечно же, все эти испытания с честью и с достоинством выдержать. А знаете, что за праздник завтра будет, кстати, отмечаться, Саша? Первый май. Мир, лень, май. Мир, лень, май? Да. Это ты где прочитал? Кто тебя научил? Труда нет. Надо лениться. Понятно, ты сегодня саботировать, видимо, опять будешь. Я сегодня все уроки сделала. Так, подождите. А помните, как официально называется завтрашний праздник? Мир, труд, май. Нет. Официально. День труда. День труда. Первомайский праздник. Вот вы именно, да, Мич, в это направление мыслишь, да. День весны и... Труда. И труда. День весны и труда завтра. Не. Да, очень надеюсь, что погода завтра будет хорошей. Мы целый день проведем буквально на улице. Будем гулять, развлекаться. Ну, а сегодня все-таки поиграем. Вы нашу тему сегодняшнюю прекрасно же знаете. Мы сегодня будем говорить по большому счету о великому и могучем, как это говорится, языке, на котором мы с вами говорим. Общеизвестно, что в каждом регионе, так скажем, да, нашей страны есть свои особенности языка. Диалект. Диалекты, так называемые. Саша, ты знаешь, что такое диалект? Можешь пояснить своими словами? Территориальные разновидности русского языка, объединяемые в традициях русской диалектологии в две основные крупные диалектные величины. Так, я сейчас чуть под стол не сполз от такой формулировки. Очень сложно, очень сложно. Давайте мы максимально подробно и максимально ясно о диалектах сегодня постараемся поговорить с нашим специалистом. У нас в студии гости. Это Анна Чулкова. Анна, доброе утро. Доброе утро всем. Вы Анна, студентка факультета филологии и медиакоммуникации Ветгау. Да, студентка. Все верно. У вас, кстати, какие оценки? У меня все в порядке. Все хорошо. Сессия впереди, да? Да, еще впереди. Очень скоро. 5 июля. Хорошо. Итак. А, кстати, перед тем, как мы начнем разговаривать про вятский диалект, вы исконно вятские слова знаете, Злата, Саша, Миш? Я вообще не искировала. Ну, ты, понятно, приехал. Но, может быть, уже успел научиться? Нет. Кто-то тебе что-то говорил? Ну, вот самое такое распространенное... В столовую, когда заходишь, спрашивают, может, хотишь гречи? Хотишь гречи? Вот так вот мы говорим здесь. Слово «баска» слышал уже? Да. Да? Это «хорошо». Хорошо. Вот оно считается нашим, да, исконно вятским? Подключайтесь уже. «Баска». И да, уже «басконький», «басовитый» — это все слово не то чтобы «хорошо», это больше «красивый». «Баска». Ну, примерно оттуда же, да. То есть пришел парень, например, на какую-то вечерку, вечеринку, да, видит девчонка красивая. Да, «басконькая». Он говорит, «ай, какая басконькая», говорит. Все это, конечно, очень интересно. Мы сегодня поподробнее будем об этом говорить. Но мы всегда начинаем сразу же с вопроса нашим слушателям. Вот сейчас... Нет, все-таки, наверное, Аня у нас первая задаст вопрос. Анна, простите. Вы сейчас задарите вопрос 211-101 нашим слушателям, а затем Злата озвучит те призы, которые у нас сегодня есть. Задавайте вопрос. Первый вопрос будет таким. В нашей Кировской области есть поселок с названием Раменье. Так вот, что же такое Раменье в вятском диалекте? Первый вариант — это оконная рама. Второй вариант — это рамка для картины. И третий вариант — густой дремучий лес. Слово «раменье», напомню. Я уже предполагаю. Я уже предполагаю, но молчок, молчок. Это все-таки нашим слушателям. Злата, тебе слово, давай, озвучивай. Какие у нас сегодня призы имеются? Сегодня в копилке у нас есть книга «Маленькая баба яка», «Маленький водяной, маленькое привидение», энциклопедия «Животное России», энциклопедия «Географические открытия», также книга «Щено-кнопочка или умная малышка», книга «Марси Уотсон «Настоящая принцесса», приглашение на двоих в кота-кафе «Зуки», билеты в кинотеатр «Киномакс», сертификат на посещение вятского квеста целой командой и приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Вот так вот, богатый достаточно список призов. Я так понимаю, у нас уже есть звонок, да? 211-101. Миша, я предоставляю тебе возможность сейчас пообщаться с нашим слушателем. Или это слушательница, не знаю, сейчас выясню. Давай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Маргарита. Сколько тебе лет? 13. В какой школе ты учишься? В 70-й. И какой ответ на вопрос? Первый, вот, про раменье. Оконная рама. Ага. Оконная рама. Ты пошла лёгким путём, видимо, да? Вот как на слух. Раменье, рама. Анна, правильно это ответили? Нет, это неправильный ответ. Давайте Маргарите второй шанс дадим. Не хочется тебя, Рита, отпускать. Вот смотри, второй вариант «рамка» я тебе не советовал бы обращать. И третий вариант «густой дремучий лес». Третий вариант. Третий. Поняла подсказку. Конечно, это же Киров. Да. Густой дремучий лес. Да, это действительно так. Это дрема, или деряба, или дремучий лес. Раменье, дрема, деряба. Вот это, да? Дремучий лес. Ну, вы знаете, что у нас много ведь на территории регионов дремучих лесов. И всё это можно назвать раменьем. Вот когда-нибудь будет вам какая-то тема разговора про лес, вы скажете, а я знаю, как называется у нас непролазный лес Раменье. Можно сказать просто тундра лесоповальная. Запомните это слово? Пополнили свой словарный запас. А какой приз ты хочешь? Да, какой Рит, хочешь приз? У нас, смотри, есть книги и билеты. Давайте книги. Книгу. Ну, вот смотри, для девочек у нас есть книги Марсиотца Настоящая принцесса и книга Щенок-кнопочка или Умная малышка. Давайте первую. Первую? Замечательный выбор. Хорошо. Не клади, пожалуйста, Риту тропку, пообщайся с нашей помощницей. Она объяснит, как тебе забрать подарок. И да, наперед. Если у нас... Да, я к вам обращаюсь, Саша, Миша, Злата. Если у нас победитель будет затрудняться, сразу сказать, мы его будем отпускать. Нашей помощнице, верю, будем им передавать. Они там договорятся, что. Хорошо. Так, Анна, давайте дальше про диалект, все-таки про нашу особенность. Я хотела в первую очередь немножко рассказать именно об особенностях нашего вятского диалекта. Говор — это северно-русский. И главной такой особенностью, о которой знают все, является оконью. То есть мы очень четко произносим звук О во всех словах. Никогда его не редуцируем, не говорим такое полу-А немножечко. Миша, скажи молоко. 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 Молоко, именно. Во-вторых, на месте В, звука В, мы можем произнести В. То есть девуки, лаука. То есть вот такой полузвук между В и У. Иногда бабушки в наших записях пропускают букву В в начале слова. И вместо внук-внучка говорят внук и нучка. Внук-внучка. Вы когда-нибудь от своих бабушек, дедушек слышали такое? Ченучка. Нет? Они не проглатывают букву В? Всегда говорят правильно? Всегда правильно. Внучка. Если, например, в глубинку нашего региона забраться, то, наверное, можно в так называемую, если, на графическую экспедицию отправиться. В тундру лесоповальную. В раменье. В раменье сошли. И еще одна особенность, это вот именно тема моей статьи, в связи с которой я сюда попала. Это научная работа. Да, это моя научная работа. Это взаимная подмена звуков С и Ч. То есть может жить семья, бабушка и дедушка. И при этом бабушкам будет говорить на месте С, Ч. Ой, а я знаю уже конкретный пример. Например? Можно я? Чапля. Курича. Курича, да. Курича, да. Курича на уличе. Именно. Или, допустим, вместо цапля Чапля, вместо цепь Чепи. И в этот же момент ее дед, с которым она прожила, предположим, лет 25-50, он может говорить на месте ЧЦ. То есть у него будет кофточка. Тяй. Царь. То есть это будет такое причем либо мягкое, либо твердое. Вот эта особенность связана с тем, что рядом с нами очень много народов не русских, не славянских. Финно-угорские в том числе, да? Да, это финно-угорские народы, которые вот нам эту особенность принесли. Мы ее переняли. Вот. Если у вас вопросы есть, Саша, Миша, Злата, вы задавайте нашей гости. Это хорошо? Вопросов нет. Ну, мы сегодня с вами будем разговаривать больше о лексике, то есть в словарном запасе вятского диалекта. Лексика — это то количество слов, которое есть, собственно, в обиходе, используется, да, человек? Вот. И я так вижу, уже есть вопрос. Вопрос, Саша, Капулевич? По какому случаю находятся здесь лапти? Лапти. Лапти. Мы о них поговорим. Да, конечно. Немножко забежали вперед, да, заходите обязательно на сайтах kirva.ru, если у вас есть такая возможность. Там есть видеотрансляция нашего эфира. Ребят, помашем в камеру тем, кто нас смотрит. Привет! Привет! Доброе утро! Просыпайтесь, присоединяйтесь к нам. Снова прозвучит, скоро прозвучит еще один вопрос, и вы будете звонить 211-101 и пытаться отвечать. Так. Немножко скажу о тех книгах, которые я с собой принесла, и потом мы уже поговорим о вещах, экспонатах наших. Вот. Как вы знаете, уже совершаются у нас этнографические экспедиции, то есть мы ездим по деревням каждый год и разговариваем там с бабушками и дедушками, записываем особенности их речи. Вы знаете, что такое этнографическая экспедиция? Ну-а. Не знаете? Ну давайте пояснить. То есть группа студентов, ну не обязательно студентов. Да, группа студентов и преподавателей, аспирантов выезжают в глухую деревню, ходят в гости к бабушкам, дедушкам, записывают на диктофон их рассказы о своей жизни, и потом эти рассказы как бы используются нами для вычленения вот таких необычных особенностей. Вам было бы интересно в этнографическую экспедицию отправиться куда-нибудь в глухой лес? Интересно, да. Мы бы уснули, пока не рассказывали. Деревушка, несколько деревушек. Ну мне неинтересно, например. Неинтересно. А представляешь, забираешься вот в глухую деревню, там стоят покусившиеся такие домики, где живут старушки. Интересно зайти в сам дом. Старички, и заходишь, и там всевозможные старинные предметы, сундуки стоят, какие-то там, кружева, наличники. Я могу так к бабушке в деревню съездить. Вот, и результатом этих экспедиций стал большой областной словарь рвятских говоров, большое количество томов, уже практически готовятся последние издания. Где с ним можно ознакомиться? В библиотеках есть? Да, есть в библиотеках кировских, есть у нас на кафедре, если есть желание, то можно и туда сходить. Вот, и был выпущен вот такой специальный тематический словарь рвятских говоров для учеников школ и лицеев. Тематический словарь рвятских говоров, в общем-то, такое солидное издание. Солидное издание, очень интересное, с картинками, можно ознакомиться, можете полистать. Злата, полистай, пожалуйста, понравится тебе. Порекомендуешь? Порекомендуешь ребятам? Да? По крайней мере, по обложке уже можно порекомендовать. Да, по обложке, обложка такая хорошая, блестящая, да, здорово. Сколько времени ушло на то, чтобы вот это вот, в эту книжку все уплатилось? Экспедиции у нас проводятся с 1918 года. Я лично держала записи в 1945 году. То есть 100 лет в следующем году? Да, в следующем году будет 100-я экспедиция нашей университеты. И что, бесконечно можно так вот совершать эти экспедиции, записывать или уже все сделано? Каждый год находятся какие-то слова, которые до этого были неизвестны. То есть русский язык богат, он развивается, и диалекты, они не мертвые, они все равно немножечко модернизируются. Так, я думаю, пора задать следующий вопрос. Миша, я тебе даю право. Какое отопление в большинстве деревенских домов? Какое отопление в большинстве деревенских домов? Ты сегодня решил не заморачиваться. Так вот, простой вопрос задать. Обычно у тебя сложные такие вопросы бывают. Да, а то, когда сложно, тогда еще отвечают очень долго. Иногда ответить не успела. Я могу и на этот вопрос отвечать очень долго. Ой, вспомнил я, какое отопление в большинстве деревенских домов. Как приятно находиться с этим отоплением рядышком, приятно смотреть. Можно я тогда задам вопрос вам? Да. Я в интернете столкнулась с таким явлением, с словом лесопед. Лесопед? Да, что означает велосипед. И у меня возник вопрос, это диалект или это просто неправильное произношение слова? Это больше неправильное произношение. Это такое просторечие, связанное с тем, что дети не выговаривают слова. Я бы сказал, лень, наверное, выговаривать полностью. Это слово «велосипед». Лесопед. А вы слово, кстати, «велик» используете? Да, бывает. Редко. Но это тоже сокращение. Это просторечие. Да, просторечие. Есть звонок, да, у нас? Саша, приветствую нашего слушателя. Как тебя зовут? Меня зовут Севолод. Севолод, говори громче, пожалуйста. Сколько тебе лет? Мне 11. В какой школе ты учишься? В 18. Севолод, скажи, да вы все уже знаете про меня, я постоянно участвую. Какой-нибудь новый вопрос задайте. Новый вопрос, Саша, какой-нибудь задай. Пойдет, например, сегодня в Севолод гулять? В Севолод, ты сегодня пойдешь на театральную площадь? Да, пойду. Я тоже пойду на театральную площадь. Вы там встретитесь. Да. А ты будешь кататься на велосипеде? Не, не так, на лисопеде. Ты катаешься на велосипеде, умеешь? У тебя есть велосипед? Умею. Умеешь? А есть велосипед? Да. Есть, отлично. Ну, я тоже сегодня буду на велосипеде кататься. Значит, точно встретимся. Да. Ну, давай, Сева, отвечай на простейший вопрос Миши Голикова. Какое отопление в большинстве деревенских домов? В большинстве деревенских домов печное отопление. Правильно. Правильно. Правильный ответ. А ты, кстати, Сева, умеешь печь, растапливать? Да. Умеешь? А у тебя кто-то из родственников в деревне живет? Да. Да. Бабушка, дедушка? Бабушка. Бабушка. Ну, вот такой Сева, немногословный. Сева, что ты хочешь получить? А можете озвучить билеты? Билеты куда у нас есть? Вот я бы тебе так посоветовала сертификат на бесплатное семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Мы вот были как раз всей семьей, нам очень понравилось. Были там два с половиной часа. Сева, пойдешь в Махнезию? Нет. Пойдешь? Нет. Нет. Хорошо, тогда пообщайтесь, пожалуйста, с нашей помощницей Верой, и вы договоритесь о том призе, который ты получишь в итоге. Так, далее продолжаем. Наш разговор про диалект наш замечательный. Ну, раз уж мы коснулись темы тех предметов, которые находятся у нас в студии сегодня, эти лапти не дают покоя молодым людям. Давай, молодые люди, забирайте лапти. Нет, давайте не будем забирать экспонаты из нашей лаборатории лингвистической. Вот, как вы думаете, из чего сделаны лапти? Сукны из бересты? Ну да, из бересты. Бересты, да. Да, конечно. А береста это с какого дерева? Это с береза. С береза. Ну, логично. Да. Также лапти могли делать из лозы. Из лозы? Да. Или из березы. Это, простите, ива. Ива. То есть ивовые прутья. Да, и обычно еще снизу их подбивали еще раз какой-нибудь берестой или лозой, то есть чтобы подошва была более плотной. Аня, напомните, пожалуйста, что такое лыка? Лыка это вот то, что обдирают с деревьев, тоже как бы лоза, то есть лозу делают. Вспомнил параллельно просто слово. Вот, и также лапти в нашем вятском диалекте называли макроступы, босики, берестенники, ступни и бочкари. Причем бочкари это особый вид лапти, и на них ходили на лыжах. На лыжах? Да, представьте себе такую ситуацию. Зимой на лыжах? Лапти. Холодно же. Ну, а что поделать, такая была вятская деревня. А, ну, там же лапти, а сверху-то что наматывалось? А ночь. Правильно, да. Да? Или о ночь. О ночь. О ночь все-таки, наверное, да. Да. А вот давайте перейдем к любому другому предмету. А это лапти какого размера? Хочется спросить. Гиря. Я не знаю, какого размера. Качаться. Это вы думаете, что это гиря, да? Да. Ну, гирька, да. А если я сделаю вот так? Колокольчик. У коров такие были. Вот, правильно уже отвечает, Саша. Это корова? Да, это действительно. Только называется оно ботало или кутас в нашем вятском диалекте. Да, ну, ботать. Как бы производить такой звук. Действительно вешалось на шею либо корове, либо лошади. В то время как... О, иду ночи в поле. Вот, и у тебя еще голос замечательный. Вот, в то время как корова или лошадь паслась без пастуха. Да, то есть, чтобы сразу ее услышать издалека и знать, где она находится. То есть, если перестала ботать, либо корова убежала, либо уснула. Лежит на травке. При этом... Лежит. Коровы не лежат, они стоят. Русский же человек. Коровы лежат, конечно, да. Когда они устают, они ложатся на землю. Я на дерево не видел. На травушку, да. Вот, но боталом еще в вятском диалекте называли пустомелью и вруна, язык болтливого человека, легкомысленного человека, то есть того, кто ботает из стороны в сторону и не знает, чем заняться, и бездельника. И я, значит, ботал. Кто ты? Ботала. Ботала. Бездельник. Смотри, Саш, мы запомним это слово. Будем тебя впредь боталом величать. Как буталка по-английски. А как вы думаете, вот это что такое? Так. Скалка. Анна сейчас держит в руках продолговатый предмет, комментирую я для тех, кто не смотрит в видеотрансляции. А, это для сосисок в тесте, вот так в тесто делаем. Для сосисок в тесте? Да, вот так. Оригинально. Продолговатый предмет, зауженный с двух сторон. Внутри у него... Туда что-то продевалось? Прорезь прямоугольной формы такой удлиненной. Это для одежды? Это связано с одеждой. Это элемент ткацкого станка. Называется он челнок. Похоже немножко, да, на лодочку? А вот здесь была катушка с нитками. И нить поперечная продевалась среди нитей основы. Вот, то есть это элемент ткацкого станка. Видели когда-нибудь, может быть, в музеях? В краеведческих, да? Да, да. Обычно бы. Вот я вижу, вот это копье. Нет, это не копье. Такое маленькое. Это веретено? Это веретено. Веретено. Да, это веретено, действительно. То есть это приспособление для ручного придения пряжи. На станках легче. Так, а кстати, знаете, как пряжа-то получается? Что, что, что? Из шерсти овечки. Так, соответственно, что делают сначала с овцой? Это обстригают. Обстригают. Придут, получаем. Нет, сначала его еще там обрабатывают специальными методами. Господи, вымачивают, кипятят, по-моему. Да, чтобы она была более такая мягкая. Да. И затем уже вот это вот делают, как называется, кудель, по-моему. Не могу точно сказать. Вот, и потом уже вот из этого как бы мохнатого комка делают потихонечку нить. И спидают ее именно вот. А потом уже летки для нас. Так, я предлагаю все-таки вопрос задавать уже следующий. Злата, давай ты вопрос задашь. Хорошо. Будет у нас ответ, мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Задавайте. Назовите главные условия формирования диалектов. Главные условия формирования диалектов. Может быть, как-то упростим? Анна, помогите упростить. Ну, допустим, просторечия встречаются на территории всей нашей области и также всей России. Чем от просторечия отличаются диалекты? Как они формируются, диалекты? Можно просто сказать, где они формируются. Где они формируются? Да, где формируются диалекты? Нет, это немножечко. Нигде. Нигде. Как они формируются все-таки, да? С помощью чего? При каких условиях? При наличии каких факторов, так скажем? Ну, это уже вопрос такой посложнее. Да, 211-101. Ждем вашего ответа. Ну, а пока все-таки музыкальную паузу мы сделаем. Послушаем замечательную песню. Сказочную такую. Баба-яги. Солю мариную копчу, солю мариную копчу, солю мариную. Кипи-бота, 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 кипи-бачак. Недаром я не сплю, ведь мальчика и девочек. Ведь мальчика и девочек я очень-очень-очень люблю. Соскряпать обетные игрушки. Истинный болотный плен. Продолжается программа «Открывашка». Добро пожаловать к нам в нашу студию. 211-101 номер нашего телефона. И видеотрансляции есть на сайте хакирова.ру. Еще раз напомню, кто сегодня в студии присутствует. Меня зовут Владимир Сметанин. На правах полноценных ведущих сегодня Злата Андреева, Саша Копылевич, Миша Голиков. Давайте еще раз скажем всем доброе утро. Доброе утро! Отлично! Какие слова уже новые сегодня узнали? Старинные, вецкие. Что запомнилось? Кура. Курича. Курича. Курича запомнилось. Цай. 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 Раменье. Раменье. Ботала. Поехали в Раменье. Раменье. Я, кстати, забыл, в каком районе находится. В Куменском районе. В Куменском районе. Точно, точно, да. У меня дед туда ездит в шахматы играть. В Шахматы в Раменье? В Куменский район. Да? Вот именно в Раменье? Нет, просто в Куменске. Отлично. Успешно играет? Да. Хорошо. Так, напоминаем, что мы сегодня говорим о вятском диалекте, так называемом. Сейчас мы отправимся далее. А, да, кстати, вопрос нужно напомнить. У нас еще нет правильного ответа. Нету звонка. Злата, напомни. Назовите главные условия формирования диалекта. Главные условия формирования диалекта. С твоего позволения я все-таки подскажу, да? Это связано с людьми. Да. Да. Подсказал. 211-101. Ждем ваших звонков. Если вы ответите неправильно с первого раза, мы вам будем подсказывать, помогать. Так что без приза вы не останетесь. Вы, главное, дозвонитесь. 211-101. Так, давайте дальше. Да, и Анна Челкова, студентка факультета филологии и медиакоммуникации ВИДГУ, знакомит нас сегодня с этой стариной. И мы сейчас куда отправимся? На экскурсию? Да, я думаю, что мы сейчас с ребятами посетим деревенский дом. Будем представлять, что я ваша подруга из деревни. Вы ко мне приехали, и вот я вам рассказываю о моем доме. Но при этом я, конечно же, буду использовать диалектные слова, а вы мне будете их пояснять. Ну, то есть говорить, как это звучит в литературном русском языке. В угадайку будем играть. Да. Постараться объяснить. Ну, они будут достаточно простыми, то есть вы можете догадаться с помощью вашей логики. Итак. Итак, вот мы с вами входим во дворицу. Во двор. Во двор. Да, это двор. И закрываем калитку на вертлюжок. На петлю. Нет, это не совсем замок, это вот такая деревяшечка, которая прикручена на гвоздик, и нам вот так вот закрывают. Закрывают и открывают. Видели когда-нибудь в калитке? Да. Подтверждаю, как человек, не сделавший ни одну... Ни один вертлюжок. Ни один вертлюжок, да. Делается очень просто. Берется любая досочка... И гвоздь. Немножко ее, да, так вот, пообтесать ее вот немножко, и на гвоздь, и все. И наждачкой. Ну, наждачкой, да, чтобы занозы потом не ставить на руки. Итак, перед нами вход в ограду. Ограда. Дом. Дом с хозяйственными постройками, в принципе. То есть это территория, которая обнесена стенами. Но похоже на огород. Ну, не совсем. Огород не входит в ограду. Огород это все-таки уже отворец. От слова городить все-таки, да? Городить, огораживать. Понятно, да? То есть это когда все хозяйственные постройки находятся под одной крышей с дома. И по правую сторону мы видим денник. Денник. Нет, мы еще не зашли в дом. Мы еще только в ограде. Денник, хлев. То есть это место, где находятся... Коровы. Ну, это домашние животные. Или лошадь. А почему денник? Денник это вот именно для лошадей, в принципе. Лошадей. А происхождение слова? Есть какие-то однокоренные слова? Лошадь, динка. День? А, слово день все-таки, да? Денник. Интересно. И по левую сторону находится лаз на подволоку и клеть. Что такое подволока? Там, где курицы. Нет, туда куриц мы еще дойдем. Подвал? Не уходите от микрофона. Банька. Нет, подволока это чердак. Это место под крышей до самого вот как бы дома, да? Место, где люди живут. А клеть... А я знаю, сейчас в деревнях говорят, как же это говорят, подловка или как? Да, подловка это то же самое. Подловка, подловка, вот это да. Подловка. На подловку, да. Это, в принципе, просто перестановка двух звуков. Ну, хорошо. Дальше. Значит, в клете, я уже не буду вас мучить, клеть это место, где хранится зерно и мука. Да, это такая холодная комната. А зерно откуда там берется в клите? Собирают на поле. Ну, а перед тем, как собрать, нужно что его? Вырастить. Садит одним летом, вырастает другим летом. Собирают. Подожди, нужно начать с того, что землю нужно подготовить. Вспахать. Потом посеять. Потом ухаживать. А потом уже жать. Да. Надо полный придумать. Далее мы с вами заходим в зимник. Что такое зимник? Теплица. Это дом. Это дом, это часть дома, где живут зимой. Был еще летник. То есть это место, куда переезжали летом. Также была летняя кухня и зимняя кухня. Так же, как сейчас в квартирах есть летняя комната и зимняя. Ну, да, это как веранда, можно сказать. Ну, я правильно понимаю, летник не отапливается, да? Нет, летник не отапливается. Нет, а зимник, соответственно, отапливается. В летнике есть комары, а в зимнике нет? Ну, в зимнике зимой и так их нет. Далее. В середе бабушка стряпает. Что такое середь? Прялка, станок ткацкий. Середь, это тоже комната, если бабушка там стряпает. Кухня. Это кухня, а стряпать, это? Делать печь. Да, это готовить. Причем не только для людей, например, хлеб или что-то, но и для животных, которые в зимнике. Для животных есть снопы сена. То есть это такое вот место непосредственно возле печи, да? Да. Возле очага, что называется. Бабушка ставит квашню в катке. Что такое квашня и что такое катка? Смешное слово квашня. Катка это банка, а квашня это эти мариновые продукты. Какие продукты? Нет, мы уже с вами решили, что она стряпает. Значит, она что-то собирается печь. И катка. Тесто. Да, тесто квашня это тесто, а катка это... Печка. Нет, это емкость. Это емкость, в которой это тесто замешивается. Катка, кадушка, да? Есть просто с медом эти кадушки. Ну да, в принципе, это то же самое. Да, слушайте, у нас время бежит, а у нас нет звонка 211-101. Мы задавали вопрос. Повторите вопрос. Давайте мы этот вопрос, сейчас правильный ответ на него скажем. Злата, говори правильный ответ, потому что нам нужно разыгрывать все-таки призы. Мы сейчас другой вопрос зададим. Давайте проясним, при каком же условии. Это условие, люди, которые формируют диалекты, должны жить на одной территории. Желательно в глуши. Ну почему в глуши? Не обязательно. То есть вот жизнь, сообщество людей на одной территории, это как раз-таки главное условие формирования определенного диалекта. Не только в нашем регионе, это безусловно. Да, конечно. Вот, например, по поводу буквы О, я знаю, что в Вологодской области тоже на УТО налегают. Я там езжу. Во всех северных. Во всех северных, да? Да, то есть это есть северные, есть южно-русские. У них огурцы. Огурцы? Да. Допустим, если мы сейчас с вами окажемся в Ростове-на-Дону, мы будем очень сильно замечать, что они говорят с таким ярким звуком А. То есть они будут, наоборот, у них будет МАЛАКО. МАЛАКО. И все остальное. Я помню, общался с ребятами из Иваново, из Ивановской области. У них там налегают на Я. Пятнадцать, говорят, пятнадцать, пятнашки, вот как-то так вот. А можно я тогда еще один вопрос задам? А легче он будет, Влад? А можно? Ну, в принципе, наверное, да. Легче? Хорошо, задавай. Двести один с сто один. Подберите синоним слову калякать из современного русского языка. Калякать? Калякать. Я думаю, это простой вопрос. Что такое калякать? В принципе, мы, наверное, сейчас этим и занимаемся. Нет? Ну, да. Примерно. Двести один с сто один. Что такое калякать в современном русском языке? Так, продолжаем дальше экскурсию. Продолжаем. Итак, бабушка у нас тряпает, то есть она готовит и ставит квашню в катке. А квашня, кстати, это постная или все-таки дрожжевая? Без разницы. Без разницы, это все квашня? Да, все квашня. Завтра будут приженники и шанишки. Шанишки, это пирожки такие вкусные. Шанишки, это... А из чего? Да. Они бывают с сороком, бывают с вишней. Ну, соответственно. Это я точно знаю. Златый? Ну, что такое шанюшки? Давайте сначала уж разберемся. Пирожки. Шанюшки, шаньги. Это то же самое, да? Да, да, да. Это то же самое. Мы называем это другим словом сейчас. Шарлот. Лепешки. Шаньга с творогом. Пирожок большой. Ну, вот с творогом это правильно. А вот с вишней я бы не сказала. Я, пожалуй, не буду утверждать, что может так быть или не может так быть. В магазине написано просто шаньга с вишней. 23 рубля 70 копеек. А это не одно и то же, что ватрушка? Изначально, да, это ватрушка. Ватрушка. Это именно вот то, что с пюре наверху. Давайте звонок все-таки примем, прошу прощения. Так, Саша, давай общайся. Привет. Здравствуйте. Ой, кто это дозвонился? Витя. Витя, а, Витя, ты уже звонила нам, да, Витя? Сколько тебе лет? Восемь. Ну, где учишься? Ты так скромно говоришь. Почему скромно? Нет, он просто волнуется, возможно. Витя, где ты учишься, напомни? В 70-й школе. Ой, отлично, в первом классе, да? Да. Отлично. Гулять сегодня пойдешь? Ага. На площадь? Театральную. Что-то, Саша, все... Витя, ну, здесь шашлыки. На шашлыки? Сегодня? Слушай, а можем мы напросимся? К тебе. Вместе с тобой на шашлыки? А? Ладно, ладно, шучу. Так, давай еще раз повторим вопрос и ответ. Ответи, выслушаем. Подбери синоним слову «колякать» из современного русского языка. Ответ? Разговаривать. Разговаривать. Злата, правильный ответ? Правильный ответ. Правильно. А вот все-таки, я хочу уточнить, калякать, разговаривать по делу или без дела? Ну, вот просто вот перебирать все. Болтать без дела. Болтать без дела. Без дела, да, все-таки. Калякать, значит, болтать без дела. О моей погоде, не знаю, о жизни, о доме, о семье. Вить, правильный ответ. Что ты хочешь получить? Ты уже что-то выбрал? Квест. Еще раз? Билеты на вятский квест. Вятский квест. Отличная штука. По-моему, Саша Копылевич был, да? Да, там очень интересно. Сначала, я не буду сейчас заговорить все. Ну, давай, в двух словах. В чем смысл квест? Нужно будет отгадать все загадки, найти узлы на канатах и упасть в сундук. Там, по-моему, по времени какое-то еще ограничение есть, да? Да, 60 минут. 60 минут, то есть если успеваешь уложиться в час? У тебя есть один час, если ты за час не выберешься. Если ты там, например, в одной комнате долго, то на одну комнату одна подсказка. Ага, и если не успеешь, то где-то там застрянешь в истории, да, по-моему? В прошлом времени? Да, то ты остаешься в комнате. Отлично. Нам приходилось вмиг лазить в бочки. Вить, мы поздравляем тебя. Не клади, пожалуйста, трубку. Наша помощница Вера объяснит, как забрать эти билеты. Так, далее продолжаем нашу экскурсию. Но я хочу сейчас Анну все-таки попросить тоже задать вопрос нашим слушателям. Давайте, следующий вопрос. Я принято, Саша, что все время забываю. Ладно, вот сейчас Аня, потом Саша у нас все-таки. Слово «обабок» обозначает вариант первый – гриб под осиновик, вариант второй – гриб под березовик и вариант третий – старый пень. Легко, легко очень. Гриб под березовик, гриб под осиновик, старый пень. Я бы задал другой вопрос, наверное, по поводу «обабка». Какого он цвета, я бы спросил. Да. Ну, это дополнительный вопрос будет. Какого он цвета. Звоните 211-101, ну а мы продолжаем нашу экскурсию. Да, мы с вами продолжаем готовить на кухне у бабушки. И наверхосытку. Очень, кстати, такое… Полку. Что такое наверхосытку? Полка. Верхосытка. Наверхосытку у нас будет губница и картосница. На картошку и мясо, и картошку на доску разделочную. Смотри, ну давайте разбираемся. На ужин или на обед? Нет. Нет. Нет, а смотри, верхосытница. Ну, ключевое слово «сытница», «насытится», то есть… Миска, тарелка. То есть, смотрите, вы сначала поели приженники и шанишки, а потом у вас наверхосытку еще какое-то блюдо. Десерт. Ну да, то есть вы уже наелись, у вас уже места нет. Но как бы покушать еще надо. Понятно, где есть там. В желудке. Картошки и мясо. Губница. Что за губница такая? Губы. Вот это такое. Это грибы. Да, это грибы. Грибы? Да, это в Ядском крае именно грибы. Люблю грибы. Опять буква «Р» в Ветчане. Проглотили. Проглотили. И картосница. Вот переведите мне, что это за блюдо такое у нас его. Картошка. Картошка? Какая картошка? Пожаренная? В мундире. Нет. У нас очень часто его картошка очень любит. Это такое блюдо французское. А вот русское ему такое похоже. Да, по-французски она красиво звучит. Да, это картосница у нас. Ну, Миш, злота? Жареная или жамундири картошка, вареная картошка. Вот можно с котлетой это есть, да? Пюре. Это пюре. Да, это просто мятая картошка с молоком или с водой. А вам, кстати, как вкуснее? С молоком или с водой? С молоком. С молоком, конечно. Мне вообще без ничего. А еще с кусочком масла, да, с лечкой еще? Да, да. Да, вот пельмени с маслом. Так, продолжаем. Дальше мы с вами смотрим на печь. И печь у нас большая. Так, я забыл, мы вопрос задали? Да, мы задали вопрос про абабок. Про абабок. Уважаемые ребята, девчонки, мальчишки, ну что же вы не звоните-то? 211-101. Простой вопрос. Что такое абабок? Гриб подберезовик, гриб подосиновик или старый пень? Последний вариант сразу исключаем. Подсказываю. Подберезовик или подосиновик? Звоните. Тогда легко, очень легко. Очень легко. Дальше. Мы с вами смотрим на печь. Печь у нас большая. И на палатах нам всем хватит места. Палатах это вот сверху. Да, это сверху над печью. Это место, где люди... Спят, спят. Хочу над печью. А почему именно над печью, хочу спросить, Миша, Саша? Там тепло. Потому что там тепло. Потому что там тепло. Особенно зимой там спят. Ну и, кстати, по законам физики, да, теплый воздух, он же всегда поднимается вверх, там теплее всегда. Мы ездили как-то в деревню, и когда было очень холодно от реки... А в деревню здесь у нас? Нет, в Сибири. Или у тебя на родине? В Сибири. Ты же из Новосибирска, да? Нет, я из Красноярска. Из Красноярска. Кстати, Красноярский край... А, нет, ладно. Это второй по площади регион в России, да, ведь, по-моему? Красноярский край очень большой. Мы туда ездили, и там очень холодно, когда было летом даже. Там один рассветом снег шел. И мы спали, кто на раскладушках, они мерзли, и давай человека на печку поместил. Ну, это отлично поступили. Все бы, наверное, так сделали. В печке весело какао варить. Так, дальше продолжение. А сейчас будет очень сложное слово. На голбице можно просушить сапоги, а в печурке рукавицы. Что такое голбец? Голубь. Злата, Миша, подключайтесь. Веревка такая, на которой сушат. Это часть печки. Мы по ней поднимаемся... Нет, мы поднимаемся по ней на печку. Это ступеньки. Это лесенка, да. Эта лесенка также можно было назвать голбицем сход, наоборот, в подвал. Вот, то есть это такие ступеньки и площадка верхняя. А что такое печурок? Это часть печки. Печурок. Там, где труба или там, где рот у печки. Печурок, печурок. Ну, давайте еще. Или примем звонок. Давай, Злата, принимай. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Меня зовут Вика. Вика, очень приятно. А Вика, сколько тебе лет? 11. Вика, из какой ты школы? Из 10-й. Из 10-й. Имени Циолковского, да? Да. Да. А как ты вообще узнала про нашу программу? Ну, я у вас была один раз с ведущей. И как бы, когда я не хожу на тренировки, я звоню. А, отлично. Ну, мы тебя будем ждать все-таки в нашей студии, если у тебя будет со временем в порядке. Ну, а теперь мы ждем правильного ответа на вопрос. А бабок, что это такое? Гриб подберезовик или гриб подосиновик? Ну, а бабок написано, что его называют и подберезовик, и подосиновик. Так все-таки подосиной или подберезовик? А какого он цвета, Вика, ты знаешь? Ну, какого цвета гриб обабок? Время идет. Ножка беленькая. Он, у него ножка беленькая. А шляпа? А шляпа такая красненькая. Нет, черная. Вот, 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 да. Не совсем черная. Красненькая. Мы его в просторечии называем красноголовик, да? Красноголовик? Красноголовик, да. А это все-таки абабок. Он темненький, коричневенький такой, серенький. Это как у дятла, когда можно тоже красноголовиком назвать. У него шапочка красная. Так, Вика. Вик, засчитываем, да, засчитываем твой ответ. Что ты хочешь получить? Уже ясно, понятно уже, что конкретно? Билет или книжку? Такие у вас есть билеты. Так, давайте все-таки передадим возможность пообщаться Вике с нашей помощницей, Верой, да? Все-таки, чтобы не терять время. У нас остается буквально 7 минуток. Вот, сейчас Саша Капылевич дорвется все-таки до вопроса, до того, чтобы вопрос задать. Давай, Саша, сложный вопрос? Сложный? Нет. Нет, давай. Ну, ждем тебя. Где выделялись диалекты? Вот именно какая-то группа диалектов, где они находились? В каком месте? Отговорил, что не сложный вопрос. На территории. Это очень легкий вопрос. Ну, подскажи, не называя правильного ответа. Там есть слово диалект. Диалект? Да. Так, Анна, помогите нам все-таки сформулировать более четко. Так, еще раз давай, где, где? Где формируется группа диалектов, где они находятся? Первое слово диалектные. Диалектные. Второе слово отгадают слушатели наши. Ну, ты даешь. Хорошо. 211-101. Диалектные. Дальше миллион слов будем гадать, подставлять. Так, экскурсию нам еще, мы еще не завершаем. Нет, мы еще небольшая подсказка в Википедии найти можно. А, хорошо, спасибо. Это все дело в Википедии. Итак, в горнице мама качает зыбку. В комнате мама качает дитя. Дитя. Да, это колыбель. Это колыбель зыбка. Типа она спит. Да. В ней мой младший брат, он совсем махачкий. Маханький. Маленький. А вечером мы с вами за коровой пойдем. Она у нас буреная. Какая? Буреная. Буре. Буре. Ну, цвет, это какой буреный? Бурый. Коричневый. Это коричневый. Как медведь. Это коричневая корова с белыми бедными. Только она мочит, а не ревет. И она у нас годовница. А ей один год. Ей один год. Е. Правильно. Ещё в нашем хлеву есть ряжки. Ряженка. Нет. Кто такие ряжки? Ну, в хлеву. Курицы? Петушки? Нет. Свинки? Давайте я вам прочитаю полностью предложение. Ещё в нашем хлеву есть ряжки, маськи, крикуши и сильки. Это птицы? Ну, это разные. Крикуши – это утки. Крикуши – это утки. Крикуши – это утки. Так, следующее слово. Ну, ряжки. Ряжки. Ну, какие ещё в хлеву могут животные содержаться? Овцы. Ну, я предположу, те, которые хрюкают, как называются? Свинки. Свинка Пепп. Да, это свиньи, да. Хрюшки, ряжки. Ряжки, хрюшки, да. Маськи. Маськи. Маськи, маськи. Вот мы говорили про веретенота, Саша. Овцы. Да, это овцы. И сильки. Сильки. Злата Миша. Сильки. Кто такие сильки? Курицы. Это курицы, действительно. Это цыплята маленькие, да. Сильки. А, наверное, цып-цып-цып. Силька-силька, да-да-да. Вот какой-то, да, отсюда. Да, именно. Итак, мы с вами экскурсию завершили. Завершили. Да, и у меня к вам ещё остаётся несколько вопросов. Анна, подождите. Есть звонок-то у нас? Нет? Нету? Саша, ну вот сложным оказался всё-таки вопрос для слушателей. Давай, говори правильный ответ, и будем следующий вопрос задавать. Диалектная зона. Можно я задам вопрос другой, полезно? Есть, ну, простой вопрос. Очень лёгкий. Хорошо, давай. В чём стирали одежду в деревне? В чём стирали одежду в деревне? Может быть, до сих пор. То есть ёмкость ты имеешь в виду, Саша? Саша, поговори со мной. Это, это... Ёмкость ты имеешь в виду? Как ёмкость называется? Ну, у нас стиральная машина, а у них... На букву К? Нет, на букву Т. Давайте так. Давай так, хорошо. Стиральные машины нет, стирка в... В чём? В чём. Как называется ёмкость? Анна, вы поняли, о чём? Да, да, я поняла, о чём идёт речь. Хоть кто-то понял, о чём идёт речь. Ну и вопросы, Саша, сегодня у тебя. Есть звонок? Нету? Ждём. У нас остаётся буквально 4-5 минут, кстати, предупреждаю. У вас 211, 101. Подарков у нас ещё много, книжки замечательные в том числе. Так, вопросы кому? Ребятам, да, у вас, Анна? Да, вопросы ребятам у нас ещё есть. Вот смотрите, у нас очень язык противоречивый, и есть у нас в вятском диалекте такое слово «вёдра». Вёдра. Вёдренный. Ветренный? Нет. Варианты ответа. Первое. Это сосуд для воды. Второе. Это хорошая погода. И третье. Это пасмурная погода. Пасмурная погода. Нет? А как вы думаете, мальчики? Хорошая погода. Это хорошая погода. Поясните, почему хорошая? Ну вот потому, что вот так сложилось. Вёдренный. Вёдра. Там же вода? Может быть. Нет, это действительно, это большинство, когда слышат вот такое слово, они считают, что это либо пасмурная погода, либо это сосуд, ну, ведро. Но в вятском диалекте это действительно хорошая погода. Есть звонок, да? Наугад-то. Есть звонок. Миша, общайся с нашим слушателем. Привет. Привет. Сколько тебе лет? Восемь. А как твоё имя? Арсений. В какой школе ты учишься? Восемнадцать. А на какие оценки? На четвертый и четвертый. Молодец. Что ты хочешь... Ой, господи, ты ещё правильный ответ не дал. Давай, ответ. В тазах. В тазах? Да. Это правильный ответ. Таз. Тазик. Тазик. Ну, корыто это тоже, наверное, правильный ответ. Да. Корыто? Я сначала подумала на корыто. Ну, помните сказку-то про рыбака? Да. Золотую рыбку. Да, да. Да. Хочу корыто новое. Корыто. Непростой, а золотой. Ты уже определился, какой приз хочешь получить? Да. Что? Билеты. Куда? В Махнате? В Киномаг. В Киномаг. А есть у нас билеты в Киномаг? Да, есть билеты в Киномаг. Отлично, всё, всё, хорошо. Поздравляем тебя, не клади трубку. Тебе ещё раз напомнят, как билеты можно будет забрать. Звукорежиссёр у нас Денис Князев. Ты позволишь нам ещё один вопрос задать? Кто вопрос будет задавать? У кого вопросы есть? Только вот, чтобы несложные. Что бы спели? Самый лёгкий вопрос. Давайте девушке предоставим возможность. Златого у нас всё-таки будут задавать. Подберите синоним слово «утлый» из современного русского языка. Утлый. 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 Это к человеку относится, да? А человека так можно говорить? Ну, возможно. Я предполагаю, но это не точно. Сейчас, подожди, сослушать прямо с нашими, поиграем. 211-101, торопитесь, у нас буквально пару минут встаётся. Игра называется «Угадай-ка». Утлый. Ну и мы сейчас тоже ещё продолжим. Да, ещё один вопрос для людей нашей аудитории. Есть такое слово в вятском диалекте «свербия». Свербия. Змея. Нет. Первый вариант ответа — это болезнь. Ну, то есть что-то такое, связанное с тем, что постоянно зудит. Хворишь. Второй вариант — это подвижный и беспокойный ребёнок. И третий вариант — это сверло. Точно не сверло. Точно не сверло. Это не сверло. И злата права. Это действительно подвижный и беспокойный ребёнок. Подвижный и беспокойный ребёнок. У меня, кстати, есть правильные ответы. Спасибо, я себе распечатал. Ах ты, вот интересное, да, слово ты? Ах ты, какая свербия! Ты куда свербия понеслась-то так, да? На велосипеде. Есть? Что, нету у нас? Нету, да? И время уже, да? Он поджимает. Мы общаемся с нашим звукорегиссёром. Хорошо. Давайте всё-таки... Мы немножко не успели, да? Ну, ничего страшного. Поиграть, ладно. Но в целом мы рассказали, да? В целом ведь рассказали о нашем вятском диалекте-то, да? Особенном. Пусть это, конечно, и не по правилам современного русского языка, но всё-таки в этом есть что-то такое, да? Что-то такое душевное, тёплое. Это же всё-таки наша история. Это для кого-то родное. Да, действительно. Это всё-таки наша история. Вятский диалект, это всё-таки очень важно для нас, потому что мы таким образом сохраняем наши традиции, мы должны его хотя бы немножечко представлять себе, знать об этом. И вятский диалект является всё-таки источником для обогащения русского литературного языка. Саша, два слова буквально. Представляете, кто нас сейчас из деревни слушает и думает. И плачет, сидит. На каком же родном языке ты сегодня у нас передача, да? Здорово, да? Ну, хорошо, давайте. Я благодарю всех, кто в студии. Злата Андреева, Саша Копылевич, Миша Голиков, Анна Чулкова. Наша сегодня помощница и экскурсовод сегодня, да, такой? Благодаря ей мы совершили. Ну, и я. И давайте ещё раз всех поздравим с завтрашним праздником. С Первомаем. Пожелаем всем отлично провести эти праздничные выходные. Мир, лень, май. Мир, лень, май. Хорошо. Пожелаем всем провести отлично, да, этот день. Ну, и набраться сил. И всем пока. Всем пока. До свидания. Пока. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok